Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасьев, и вы смотрите YouTube-канал «Планеты дзюдо», рубрика «Библиотека боевых искусств». И сегодня в нашем выпуске мы хотим познакомить вас с очень интересным печатным изданием под названием «Мир дзюдо». Это журнал, на мой взгляд, один из лучших печатных изданий о дзюдо, который выпускается на русском языке в нашей стране и распространяется по всему миру, где есть люди, которые знают и читают русский язык. Журнал «Мир дзюдо» выпускается с 1991 года. И на протяжении уже многих лет он зарекомендовал себя как авторитетное достаточное издание для специалистов в области дзюдо. Конечно же, из года в год журнал развивается. И сегодня у меня в руках первый номер 2020 года. Вы видите очень красочное издание, очень хорошая бумага, полиграфия. В журнале размещено очень много интересной и полезной информации для людей, кто интересуется дзюдо, занимается дзюдо. Много фотографий, много текстового материала о истории дзюдо, о мастерах дзюдо. И в первом номере журнала «Мир дзюдо», о чем вы сможете прочитать. Информации много, как я уже говорил. Журнал достаточно объемный, порядка 80 страниц. Но в данном выпуске есть много рубрик, например, рубрика «Дзюдо панорама», в которой вы можете узнать о новостях из мира дзюдо со всей планеты. Репортаж о соревнованиях дзюдо. Например, вот репортаж «Мировой тур Париж». Это репортаж о турнире «Большой шлем», который проходил во Франции в городе Париж. Также есть очень интересная статья «Ставропольский феномен». Это статья о развитии дзюдо в Ставрополе. Вы видите, здесь много интересных фотографий, текстов, интервью. Очень интересное интервью с Евгением Рапкиным. Это судья олимпийской категории, в котором он говорит о олимпийском турнире дзюдоистов, о том, как развивается дзюдо олимпийское в сфере судейства и так далее. Здесь есть фотографии, очень интересный материал. Как я уже говорил, много информации о репортаже соревнований по дзюдо. Ну, есть также и информация о истории дзюдо. Вот вы видите, во втором номере, в первом номере 2020 года, есть рубрика «Дзюдо. История успеха». Очень интересный материал рубрика «Ката дзюдо». Из номера в номер она постоянно публикуется, и здесь очень много интересных материалов. Выполнение различных «Ката дзюдо». Это и «Наги-но-ката», и «Катами-но-ката», и «Дзю-но-ката», и «Су-цу-но-ката», «Гошин-джу-цу-но-ката». Много-много материалов. Также в первом номере 2020 года публикуются два материала, которые завершают рубрику «55 лет олимпийскому дзюдо». Это большое интервью с Виталием Макаровым и большое интервью с Михаилом Куляевым. Что еще интересного можно прочитать в первом номере 2020 года? Очень интересный, на мой взгляд, материал. Это репортаж о супер-проекте «Семья дзюдо». Супер-проект «Семья дзюдо», который был создан Юрием Крещуком из клуба «Дзюдо Каскад». Очень интересный материал. Можно прочитать, ознакомиться с историей этого проекта, посмотреть фотографии. И, на мой взгляд, еще раз хочу сказать, прошлый год был ознаменован 55-летием юбилейной даты. Это дата первых Олимпийских игр, программа которой была включена дзюдо. И здесь есть материалы как раз о этих Олимпийских играх, а также о других Олимпийских играх и всех тех наших российских, советских дзюдоистов, которые участвовали в этих Олимпийских играх. А также не только российских, но и иностранных дзюдоистов. Очень хороший материал с фотографиями и так далее. Также в этом номере можно прочитать очень интересную статью о спортивной школе «Рекорд» города Зеленоград. Основателями этой школы являются два очень известных человека. Это братья Невзоровы. Вот очень интересный репортаж об этой школе, известной школе «Рекорд» из города Зеленограда. Очень хороший материал. Такая рубрика «Школа доктора Рыгалова». Очень интересная рубрика, которая также переходит из номера в номер. Много интересного, полезного материала здесь есть. Помимо этого есть материалы о питании. А также много-много другой полезной информации. Поэтому как раз сейчас началась подписка на второе полугодие журнал «Мир дзюдо». Рекомендую тоже, рекомендую для того, чтобы этот журнал украшал каждую библиотеку специалистов в области дзюдо. И всегда можно через года посмотреть, почитать информацию, которая печаталась здесь. И что-то подчеркнуть заново для себя. Очень много интересной информации. Итак, журнал «Мир дзюдо» рекомендуем в нашей постоянной рубрике «Библиотека боевых искусств». Продолжение следует... Продолжение следует...